здравствуйте друзья мы сегодня поговорим на тему об усыновлении детей вопрос был на канале и я сам то не сталкивался лично но у нас есть товарищ который так вот внуки у него появились как сын товарища участвовал в усыновлении двоих детей и я с ним специально поговорил на эту тему вот мне на самом деле неудобно его просить перед камерой на эту тему разговаривать поэтому якобы в изложении то есть как бы в общем мы поговорим и его конкретную историю так мы немножко как коснемся так вот первое что надо как бы знать в этом деле что в соединенных штатах дети у которых нет родителей или скажем родители которых лишены родительских прав так значит дети не живут в таких крупных учреждениях интернатного типа такого знаете они живут в семьях и семьи которые берут это как работа у них они за это деньги получают от государства я не знаю вот чисто экономически насколько это вот скажем выгоднее менее выгодно или более выгодно чем держать специальные детские учреждения я я искренне верю что наверное это экономически тоже имеет смысл но на самом деле ребенку находиться в семье намного лучше чем в каком-то учреждении а я искренне в это верю теперь значит что получается вот это называется foster home foster home потому что когда родители например приемные усыновляют ребенка они перестают получать деньги как как за работу да это их ребенок на соответственно денег не положено единственное что когда они берут ребенка и foster parents и усыновители этот ребенок до исполнить до совершеннолетия покрыт медицинской страховкой государственной вот так что вот вот как бы такие есть что бенефиты так вот история такая что очень сложно заполучить ребеночка маленького крохотного которого только родился или которого может быть годик потому что все хотят маленького на маленьких большой спрос ребенка допустим гораздо проще было бы взять там десяти двенадцати там лет но как бы желающих меньше процедура очень бюрократическая поэтому вот мы когда видим американцев берущих детей из стран африки и азии и собственно из европейских да вот там до некоторого времени из россии брали и сейчас берут из украины и зон конфликта конфликтов облегченные облегченная процедура ввоза детей с американской стороны во всяком случае и вот из казахстана я вижу здесь так вот процедура очень бюрократическая то есть как бы все сделано для того чтобы ребенку было хорошо человек говорит я хотел бы взять ребенка он для этого не просто куда-то идет он нанимает адвоката специалиста по усыновлению потому что самостоятельно разобраться очень и очень сложно я не исключаю что кто-то может быть и сам в состоянии но вот скажем в том случае о котором мы сейчас говорим на тебе пришлось взять адвоката который их провел по всем значит ступенечкам этого процесса поначалу когда они все это значит стали примерять на себя им сказали ребенка нашли у ребенка мама 16-летняя значит она родила отказалась от него и вот значит они взяли ребенка и сначала им этого ребенка на шесть месяцев далее в качестве foster child да то есть они должны были за шесть месяцев показать что они в состоянии что у них все нормально там и так далее для того чтобы ребенка заполучить даже в качестве foster parents они должны были пройти массу всяких проверок я уже не говорю о том что там их проверяют матери по материальным условиям что у них есть достаточно денег их проверяют вот дом в котором они живут что у ребенка есть комната в которой ребенок будет жить их проверяют на психическое там состояние то есть там будь здоров на самом деле всякого и я еще раз повторюсь это очень очень заковыристая сложная процедура и я просто рассказывал из чужих слов но для того чтобы по ней пройти ведь ряд специалисты нанимают адвокат специально занимает это непростой разговор короче там еще есть такая тонкость значит вот они взяли ребенка и 6 месяцев ребенок находится у них как foster child если в течение этого времени пока они оформили усыновление если за это время мама ребенка ну или папа если они живы и вдруг они меняют свое мнение и они решают сами воспитывать то тут как бы возникает проблема потому что родители имеют как бы право которое выше чем право усыновителей точнее если ребенок уже усыновлен то обратного хода нет но если ребенок еще не официально когда не прошел процедура находится как foster child тогда его еще можно вернуть это вот было некоторое осложнение в той ситуации о которой мы говорим потому что пока все это происходило мама который надо уже было там может быть не 16 может быть 18 ближе вот мама еще одного ребенка родила и тут есть правило такое что когда есть сиблинг статус когда есть брат сестра там две сестры два брата когда есть дети братья сестры то их но если родители их не воспитывают то их нельзя разлучать то есть надо должен взять двоих детей а мама то ли научил кто то ли чего но она пришла к мысли о том что в принципе когда уже двое то в общем то можно получать какое-то достаточное количество средств от государства и может быть самой воспитывать родители не получают такие деньги как получают foster parents для них это не работает но родители ну скажем мама если она одинокая мама там свои 16 17 18 лет она может например встать на волкер и не работать и получать деньги вот так вот выращивать этих детей поэтому там было много неопределенности связанные с тем что вот эта мама она металась туда и сюда в какой-то момент возник папа второго ребенка который тоже какие-то права хотел предъявлять на были в общем это была история очень нервическая и в конечном счете они выяснилось что у них там работы толком нет и доходов толком нет и там комнаты нет и живут они непонятно где там у кого-то там под лестничным пролетом в общем кончилось тем что их ребята в общем не получается да значит и детей отдали вот вот в эту семью обеих там две девочки были они забрали обеих этих девочек и уже официально прошла процедура значит там усыновление но я просто хочу сказать что это было столько нервов и это было столько денег еще потрачено потому что вот допустим если у вас есть ребенок и вы взяли там я не знаю пришли в портнов компьютер school и говорите да нет ли тут кого-то там кто может быть в гости там приехала корень бабушкой хочет подработать с ребенком посидеть этим это один разговор а если вы готовитесь к тому что ребенка надо усыновить но вы не можете брать бабушку на кеш вы должны все официально показать да то есть если вы брали нянечку значит нянечка должна официально получать там со всеми соблюдениями там и так далее я так для примера просто как мелочь нам я хочу сказать что это очень дорогостоящий процесс и в общем как мы видим при тех или иных обстоятельствах то может быть очень нервный процесс но уже с другой стороны когда это уже все заканчивается в эти люди начинают жить семьей в которой есть дети полноценный хороший и у них есть возможность сфокусироваться на этих детях и дать им максимум того что можно им дать это конечно кардинально меняет их жизнь и я хочу сказать что нет слов таких чтобы выразить восхищение людьми которые берут детей и и растят детей вот так вот из фостер-хоума и я когда это вижу меня ком в горле плакать хочется я я видел несколько раз такие ситуации мы в 2003 году со Светланой ездили в Москву там по делам на несколько дней и когда мы возвращались там семьи такие вот приемные родители американцы ну лет наверное сорока четырех сорока пяти вот такие значит он и она из чикаго и они увозили четверых деток сразу почему они все были братья и сестры значит четверо детей так наверное лет вот четырех там может быть до одиннадцати двенадцати вот так я бы так оценил вот и там весь самолет на ушах стоял с этими детьми и с этими родителями и это на это смотреть невозможно было без слез мы как-то раз пришли в костка в магазин и там там какой-то пикет был я не за что там подписи собирали не могу сказать и вот там была женщина мы с ней разговорились наверное лет боюсь собрать помстильничку вот и и так мы разговорились она услышала акцент русский она и она нам рассказала что она уже несколько заходов она берет там по четыре по пять детей таких же постарше на может быть лет десяти там двенадцати выращивает их и едет и берет новых и но она на госслужбе работает и у нее соответственно бенефиты хорошие она причем она к часу меня девочка бит у нее глаза одного нет и вот едут делали всякие операции протестов и еще чего-то и в общем есть есть вот такие люди совершенно святые и там что-то сказать поэтому пустим как бы воздаться за то что они делают добром и и нам всем если если не в такой пример то во всяком случае для того чтобы о жизни задуматься и как-то может быть что-то для себя понять счастливо ребят